Приветствую, друзья! Как ваши дела? Как поживаете? Сегодня вот 7 марта, уже больше 6 месяцев мы живем в Стамбуле, в Турции. Хочу поблагодарить вас за то, что вы пишете, за ваши отзывы, хорошие, плохие, отличные, неважно. Но важно то, что вы смотрите, даете силы мне обучаться, так как я не блогер, не являюсь актером и тому подобное, мне очень тяжело удается делать какие-то сюжеты, видео, и постоянно мне это через силы приходится делать свои мысли. Иногда порой бывает не могу сформулировать, но в любом случае стараюсь, так как вы очень много вопросов задаете, пишете, звоните. Приезжали около 7-7 родителями, муж, жена, брат, сестра и так далее. Приезжали, встречались, вместе искали квартиру, где-то консультировал, где-то подсказывал. И это очень приятно, что вы доверяете. Это дорогого стоит для меня, потому что каждое сказанное мое слово должно быть правильным. И я стараюсь все-таки проверять какие-либо информации и рассказывать то, что я своими глазами вижу, и то, что я знаю. Что я не знаю, я всегда говорю, я не знаю. И я всегда ориентируюсь на ваши вопросы. И сегодняшний ролик как раз касательно приобретения жилья, переезда в Турцию. И так как я сам живу в районе Белик-Дызу, естественно, я свой район очень хорошо знаю. С теми гостями, которые приезжали из России, из Казахстана, мы вместе ездили. Я больше с помощью вас узнаю свой район, где я живу. Поэтому я хочу сегодня поделиться. Больше там узнал людей, скажем, строительных компаний, риэлторов. Вы меня обучаете. Я эту информацию передаю другим людям. Поэтому мы помогаем друг другу. Поэтому хочу поблагодарить и вас за то, что вы поддерживаете, обучаете меня. Сегодня хочу вам наглядно показать район Белик-Дызу. Так как предыдущее видео я снимал, ходил. Вот Белик-Дызу, это район Барыш, это район Каваклы, это район Якуплы, Дериазы и так далее. Поэтому это как бы непонятно многим людям. Ну да, дома, дома, красиво, некрасиво. Там собачки бегают, магазины. Это уже, думаю, никому не интересно. И многим непонятно визуально, географически, где что расположено. Белик-Дызу понятно, Махале тоже рассказывали понятно, что это микрорайоны, скажем, сравнительно, чтобы вам было понятно. Сегодня я решил показать карту. Я специально распечатал. И по приобретению квартиру хочу показать реально, потому что тоже были вопросы. Я хочу на такую-то сумму купить квартиру. Пожалуйста, помогите мне в этом Махале, микрорайоне купить квартиру. Или кто-то может там, кстати, были. Не надо нам говорить, как касательно квартиры, когда рассказывал, что дорогие квартиры нам не нужны. Это и любой человек может там найти дорогие квартиры. Нам, пожалуйста, за 25-30 тысяч долларов квартиру показывай. Хочу сказать, я просто так не хожу, я не являюсь риэлтором, постоянно об этом говорю. Я могу вас проконсультировать, я могу где-то сопровождать, я могу помочь вам в поиске. Но я специально не хожу и не собираю себе базу квартир, чтобы продать кому-либо. Чтобы это вы прекрасно понимали. И я вам честно скажу, за 25-30 тысяч долларов не бывает в районе Бельг-Безу квартиры. Нормально? Не бывает. Даже вот аналитика обычной цифры. То, что я летом покупал квартиру, моя квартира сейчас в два раза стоит дороже, чтобы это было для вас ориентировано. И многие задают вопрос, за сколько купили квартиру? За сколько я купил квартиру? Это полгода назад, сейчас в два раза дороже. Поэтому, услышав, видя все эти вопросы, решил вам наглядно показать карту и в карте указать, какие там цены. Постараюсь все досконально объяснить. И много вопросов касательно оформления. Сразу хочу сказать, кратко какие-то вопросы на них ответить. Красное, синий табу. Многие задают. Красное табу, это табу, которое дается на недвижимое имущество. То есть, орг, это много информации, описание, но для тех людей, которые хотят купить квартиру, которые получили табу, они всегда получают красный табу. Синий табу дается на земельный участок. Там нет ни зданий, ни сооружений, ничего нет. Красный табу получили. Там это ваша квартира. Это отвечаю на вопрос красный-синий. Касательно табу. Многие говорят, вот я табу получу и за мной там потом придут и скажут, что это моя квартира. Там продал кто-то, кто-то. Что я являюсь хозяином. Да, есть в других странах, например, порой бывает и в Казахстане, когда кто-то там продал, появляются какие-то наследники и так далее. И там подобное. Но, насколько я знаю, насколько я читаю, табу не оспаривается даже с судом. Вы табу получили на ваше имя, это квартира ваша. Никто не имеет даже в судебном порядке отнимать у вас квартиру. Чтобы это вы конкретно знали. Вы купили квартиру, квартира ваша. Касательно коммунальных услуг. Купили квартиру, вы оформляете на себя. Квартиру свою сдали в аренду. Все коммунальные услуги, включая айдаты, электричество, газ, все-все-все-все, все вместе оформляется на арендатора. То есть арендатора оформляет на себя. И если какие-то долги, будет вешаться на арендатора. Имейте в виду. Следующим вопросом было касательно аренды квартир. Например, были случаи, человек хочет квартиру купить, а в объявлении написано, продается квартира такая-то. И там арендатора осталось 6 месяцев, 10 месяцев. Правильно. И мне что нравится в Стамбуле, по крайней мере я здесь живу, в этом городе, в этом районе. И в Турции, я считаю, наверное так. Арендатор защищен. Это круто. Например, у нас в Казахстане, я могу арендовать квартиру, потом хозяин может решить, все, я сам буду жить, и тебе скажут, выселяйся. Могут дать время, могут и не дать время. Я просто образно, например, привел. А здесь не так. Договор заключил аренды. Вас никто не выселит. Даже вы продали квартиру, арендатора никто не выселит. Поэтому вы приобретаете квартиру, там арендаторы сидят, у них остаток на 5 месяцев, 10 месяцев. Они живут, но аренду, естественно, будет платить вам, новому хозяину, никаких проблем нет. Ну, это, я считаю, круто. Вот информация, к которой вопросы часто задаваем, я на них отвечаю. Еще какие вопросы бывают? Вопросы бывают, как мы будем оформлять эту квартиру? Я по этому поводу предыдущих своих рассказов ничего не изменилось. Понравилась квартира? Вы оформляете. Естественно, вы проверяете, у квартиры имеется ССК? Имеется. Смотрите ТАПУ. Кто продавец? Увидели там имя, фамилия? Есть. Смотрите КИБЛИК. То есть документы продавца. С ТАПУ соответствуют. Соответствуют. То есть никаких проблем нету. Потому что ТАПУ. В ТАПУ пишется фамилия, имя хозяина квартиры. И продавца можете потребовать. Если это МЛАКЧА, МЛАКЧА тоже имеет ответственность. Поэтому вы без проблем можете не бояться. Самое главное, чтобы вы понимали, что вы покупаете. Обязательно проверка ТАПУ. Что по ТАПУ квартира в этом же районе находится. Это в этом же доме. И дальше все проверили. Никаких проблем нет. ИСКАН есть. Можете потребовать ИСКАН. Что вам показали ИСКАН? Они могут копию показать. ИСКАН дается не на квартиру, а на дом. И по желанию будущего для себя вы можете и на свою квартиру сделать ИСКАН. Это платно. Я не могу сейчас стоимость сказать. Но есть такая возможность, что вы можете даже на свою квартиру взять ИСКАН. Так, еще какие вопросы задаются. После вы, естественно, то есть как заключается. Вы заключаете соглашение, что квартиру продает продавец. Вы покупаете, даете аванс. Аванс согласовывается с сторонами или риэлтором. Вы спокойно все это подписали. И там обязательно укажите все условия, которые вы попросите. По закону Турции я повторюсь, что арендаторы или это старые хозяева, да, после продажи квартиры в течение двух месяцев могут жить в этой квартире. Не освободить вам даже если у вас на руках имеется ТАПУ. Поэтому в соглашении сразу пишите, что после получения ТАПУ старый хозяин вам отдает сразу ключи. Этот момент не упустите, пожалуйста. Потому что некоторые вот были, купили квартиру, не могут заехать, потому что нету ключа. Ключ не дается. Старый хозяин говорит, у меня по закону есть 60 дней, не спеши, жди. А возможно вы приехали с другой стороны и вы где-то арендовываете квартиру. Тогда это ваш расход. По закону вы не имеете права выселять. Вот такие законы, защищающие права каждого. И это считаю правильно. Но вы должны об этом знать, чтобы вы потом не тратили деньги. Вот основные моменты. Сейчас я возьму телефон, по карте покажу, какие есть районы, квартиры. Игуля. Уже приходят по телефону ученики. Сейчас я переверну телефон, карту покажу. Друзья, вот как-то сейчас постараюсь вам показать карту. Сейчас вот у меня на столе карта Белик Дезу. Для начала вот я хочу показать карту Стамбула. Вот если вы видите карту Стамбула, Кто часто приезжал, знаете, вот этот район Фатиха, вот этот Таксим. То есть основной поток туристов приезжает именно на этот район. Здесь вот Касткулеса, здесь Таксим, здесь Фатих, вот где Гранд Пазар, Ла-Ла-Лей. В этой части Стамбула основном гуляют, приезжают, закупаются. Белик Дезу, вот красные отмечены, это и есть район Белик Дезу. То есть отсюда ходит трамвай, дальше уходит метробус. Метробус вот так она вот уходит. Вот так уходит. Вот. Это по касательно расположения Белик Дезу, соотношение самого города. Это у нас Азия, это у нас Европа. Значит Белик Дезу, европейской части Стамбула. Здесь набережки, там скажем, да, пляж, находится Мармара, море Мармара. Теперь переходим к самому Белик Дезу. Вот если Белик Дезу смотреть, вот Белик Дезу, Махалилеры, то есть микрорайоны Белик Дезу. Вот эта дорога идет, вот эта, видите, дорога идет у нас метробус. Вдоль метробуса находятся Якупла, Барш Махалис, Бикши Хир Махалиса, Жумхрет Махалиса, Аднакахвет Жимахалиса. Вот основные махале, которые вдоль Е5. Если видите, некоторые махале, точнее микрорайон, находятся, они, то есть расположены, такие вдоль. Они начинаются Е5, и заканчивается набережка. Вот таким образом они находятся. Теперь, по стоимости. Многие спрашивают, ой, мне нужно Е5. Е5, вот основные я проговорил, если не услышали, можете повторно там включить и услышать, не буду повторяться. Вот этот участок, вот если брать, вот этот участок всегда считается, вот этот участок, он самые, можно сказать, дорогие квартиры. Здесь, так как находится вдоль Е5 трассы, например, если брать, Аднакахвет Жи, здесь 99% СИТ. Жумхрет Махалиса, здесь тоже СИТ. Есть где-то, может быть, там апартмены. Бьекчехир Махалиса, тоже все СИТ. Барыш, тоже СИТ. Касательно Барыша, здесь очень много старых зданий, старых домов, им по 10-20 лет. Но район очень красивый, он чем-то мне напоминает Алматы. Якуплы, вдоль дороги, здесь тоже дороже, но если середину брать, здесь дешевле. Каваклы Махалиса, тоже средняя ценовая категория. Потом есть Дереазы. Деразы, вот эта именно часть, центральная часть, дешевле, но имейте в виду, Гурпнар, Деразы, потом здесь есть Сахиль Махалиса, Мармара Махалиса, которые вдоль берега, они дороги. Как правильно сказать? Не порт, а просто здесь порт, не порт, ба-ба-ба-ба-ба, срежь. Здесь элитные дома, люксовые дома, виллы. Именно по Сахиль находятся. То есть по набережке. Вот понимание было. Вдоль E5 повторюсь, дорогие. Здесь ситые, крутые, торговые дома. Очень хорошее, оживленное место. Безопасно. Однанках Веджа, Джумхрет, Би-Шехир, Барж, Махалле. Здесь цены средней категории. Если это чуть посерединке. Кавакла Якуплы, Мармара посерединке где-то. Деразе посерединке. Здесь можно в средней категории где-то дешевые. Якуплы самый дешевый район. Гурпнар тоже вот эта середина по центральной части дешевле. А что ближе к набережкам, они все дорогие. Теперь вот карта. По карте я ближе хочу показать. Вот Е5. Вот идет Джумхрет, Махалесе. Здесь Джумхрет, Махалесе есть, скажем, если Сахибиде не смотрите, Джумхрет, Махалесе находите дешевые квартиры. Но в основном они Ессеньюрты. По старинке. Раньше Ессеньюрты Махалесе здесь на территории Ессеньюрты было. Позже разделили Е5, что Джумхрет остался на территории Белик-Дзу. Дальше здесь другое Махалесе. Даже не знаю, если нет. Поэтому будьте внимательны, когда смотрите Сахибиде, написано Джумхрет, чтобы точно понимали, что это со стороны Белик-Дзу. Здесь очень, как видите, очень маленькая территория Джумхрет, Махалесе. Здесь все дорогие прям квартиры. Здесь сите огромные. Поэтому здесь все дорого. Бью-Шехир тоже здесь старых домов много. И новые есть проекты здесь тоже очень дорого. Барш-Махалесе вот эта часть очень много старых домов. Очень много вдоль здесь есть новые проекты. Они тоже очень дорогие. Теперь по ценовой категории. Сейчас я сразу начну писать, чтобы вас понимало. Понимание было. Вот я клею по набережке. Они идут буквально 3-4 дня назад мы смотрели квартиры. 2 плюс 1 идут грубо скажем от 2 миллионов. Конечно можно на миллион 900 миллион 800 можно найти. Там будут старые дома. Там лет 10 20 можно найти за миллион 800. Но если вы хотите нормальную квартиру, чтобы в будущем продать в нормальном СИТе с хорошим условием можно найти от 2 миллионов. 2 плюс 1. 1 плюс 1 стоит от полтора миллиона и выше. 1 миллион 700, миллион 800. То есть 2 плюс 1, 1 1 плюс 1, 3 плюс 1. Соотношение в принципе не сильно большая. Но в любом случае шаг идет 300-400 тысяч. Например если за миллион 600-700 можете найти уже 1 плюс 1. здесь от 2 миллионов. Но в среднем 2 миллиона 200-2 миллиона 400. Прям хорошую квартиру можно найти. Например мы видели V-Site называется проект. Там вот мы видели за 2 миллиона 400 400 400 тысяч но они готовы были тоже поговорить за 2 миллиона 200 2 плюс 1 например спальня имеет раздельный санузел кухня оборудована даже там была посудомощная машина отдельная пращичная входная гардеробная то все было классно 2 миллиона 200 можно было торговаться а так 2 миллиона 400 это вот сегодня 7 марта это буквально было 2 дня назад и здесь тоже вот 3 плюс 1 2 миллиона 700 2 миллиона 500 тоже в Сите где есть бассейн тренажерный зал фитнес здесь очень сложно дешевых квартир найти потому что здесь нету апартменов здесь Сите по этой улице вот я написал 2 плюс 2 а 2 плюс 1 от 2 миллионов теперь перейдем чуть ниже вот 1 к ходжи здесь вот этот квадрат вот отсюда начиная Ява Султан бульвара основная идет вот Бейгента станция здесь все практически Сите здесь для семейных здесь очень много парков магазинов только нету торговых домов больших но очень много парков для прогулки семьей то есть для семейных жизни здесь небольшие например если е5 высокие сите жилые комплексы высокие здесь уже идет шести пятиэтажные сите жилые комплексы например 3 4 5 домов посерединке бассейн огражденная имеет парковку у каждого свои услуги у каждого свои дополнительные услуги там у кого-то хамам у кого-то есть автопарк паркинг у кого-то тренажерный зал все зависит от самого живого комплекса и здесь они стоят 2 плюс 1 от 1 миллион 800 и выше чтобы вы конкретно понимали я всегда озвучиваю реальные цены на которых можно ориентироваться можно дешевле найти но для этого нужно будет время не спеша ждать и искать такой вариант чтобы прям наблюдать и искать если у вас есть время вы можете спокойно ходить искать опять же очень сложно найти но миллион 800 это цена когда вы можете здесь тоже придется искать тоже придется подбирать чтобы вы понимали но это более реальная цена потом дальше идем чуть ниже вот это середина вот этот вот эта квадратура так скажем да более дешевая здесь например 2 плюс 1 можно там от миллион 400 вот даже миллион 200 в принципе можно найти 2 плюс 1 здесь уже они идут апартмены здесь ситые есть то есть 50 на 50 наверное врать не буду но здесь очень много и апартмены есть именно вот этот промежуток она как центральная далеко от и 5 и не близко тоже к набережке поэтому здесь они дешевле теперь идем дальше сахи то есть это набережка здесь всегда дорогие здесь очень много вилл очень много там скажем премиум люксовые дома поэтому здесь они даже если это простой апартмент из-за вида из-за того что близко к набережке естественно они тоже очень дорогие там от полтора или миллион 700 даже можно сказать стоит это чтобы у вас был ориентир теперь идем провели то есть ближе к центру вот кавакла кавакла можно найти вот там миллиона 2 плюс 1 вот миллиона в принципе возможно найти только не будет сите а будет апартмены здесь в этом районе можно найти с хорошими условиями здесь я все цены говорю с хорошим достаточным уровнем чтобы не стыдно было покупать не стыдно было жить и в принципе комфортно заселиться чтобы не было таких сильных проблем теперь самый по моему мнению то есть аналитика цены смотрю самое дешевое это якупло якупло можно найти скажем 2 плюс 1 от 800 тысяч бывает от 700 тысяч я не знаю очень редко 700 тысяч правда сейчас вот буквально 2 дня назад я смотрел очень редко но я вот грубо говорю 800 тысяч в принципе 2 плюс 1 можно найти я на примере все это беру 2 плюс 1 1 плюс 1 ну вы можете отнять там 200 тысяч примерно лир вот таким образом и выглядит чтобы у вас понимание было повторюсь и 5 что вдоль и 5 пешей доступности они всегда в цене всегда дорогие здесь в основном все это здесь нету практически апартменов по барыш основном в основном здесь есть новые дома но не знаю 8-90 процентов старые 10-20 лет бекши хир тоже там 10 лет 5 лет там 3 года 4 разные но тоже не новых тоже есть джимхред махалеса здесь тоже лет 7-5-8 но здесь классный район очень классный район мне нравится самому здесь высокие жилые комплексы сытые здесь школы несколько школ и самое важное что все говорят я часто тоже говорю что я люблю вот касательно Яшем в Адесе то есть долина жизни да парк самый длинный парк в Турции вот начинается здесь и она вот как зеленая полоса видите вот она выходит прямо на море это считается самой то есть здесь уже вот досюда она полностью уже готова здесь беговая дорожка есть зоны разные где-то китайском стиле где-то там очень большие высокие точнее горки где-то батуты то есть очень разных видов парков очень классное место для прогулки для детей очень классное место если квартиру брать вот вдоль Яшем в Адесе например вот на днях мы смотрели жилой комплекс Лотус он прям здесь находилась вот вышли не надо дорогу переходить вышли сразу парк там миллион семьсот пятьдесят два плюс один это новый дом в прошлом году только заезжали всего там оставалось три квартиры миллион семьсот пятьдесят два плюс один он прям новом сите здесь находился поэтому у меня предыдущий был там выпуск даймонд велик дезу он находится вот здесь вот здесь находится тоже в принципе недалеко минут семь десять наверное ехать на такси я например от этого района доезжаю за 22 лиры это где-то около семьсот восемьсот тенге наверное в принципе вы можете посмотреть курс 20 22 лиры на такси доезжаю я вот в этом районе живу я шамлада если чтобы у вас понимали мармора тоже ценовая категория что в центре вот здесь она дешевле здесь они вообще дорогие здесь есть марина парк там классный жилой комплекс там и вилы и то есть люкс поэтому тоже чтобы понимание было что они здесь дорогие вот вся карта чтобы у вас понимание было повторюсь жумхрет махалес бикшекир махалес барш махалес здесь биликдзу осы б коротко написано вы поймете якупла кавакла мармар махалес сахиль махалес это б en кава н махалес махалес Во-вторых, в Бахчекат, когда вы живете, дорога может быть выше вашей квартиры То есть она как на яме находится, и вы там вряд ли будете жить И я считаю, что эти квартиры вообще небезопасны Так как мы иностранцы, мы можем уехать куда-то, да, окна сюда же, если есть решетка Все-таки это Грышхат, Бахчекат, то есть сразу во двор выходить Поэтому небезопасно покупать Бахчекат и Грышхат Кстати, касательно пляжа Биг Чикмиджи, это соседний район, как Билик Дзю, есть Биг Чикмиджи Здесь находится пляж городской От своего района где-то за 10-15 минут доезжаем на долнуше, на автобусе Доезжаем до пляжа, здесь можно купаться, кафе, летом классно Это район Биг Чикмиджи Здесь тоже есть квартиры, все старое сносится и новое строится Поэтому некоторые смотрят и Биг Чикмиджи Но самые близкие районы к Е5, вот я озвучил На этом все Если вдруг еще появятся вопросы, я могу собрать, сделать еще один сюжет Я думаю, на сегодня это достаточно информации Всем удачи, до новых встреч, до связи